всем огромнейший привет сегодня суббота 16 января я хочу записать видео которое я не планировала записывать которое называется итоги вышивального 2015 года почему не планировал записывать это видео самого начала потому что мне казалось ну в принципе все что я вышивала я старалась показать в рамках ютуба в своих видеороликах но потом когда я смотрела начала смотреть ваше видео которое относится именно к этой тематике мне показалось это очень интересным увидеть сразу все общей массой так сказать потому что ну я честно говоря забываю что я отшивала там где-то в начале в середине года не говоря уже моих зрителях то есть работ было очень много этот год был очень насыщенный этот год был продуктивный для меня это был годом прорыва вышивки я за этот год вышла столько сколько я не вышивала за всю свою жизнь не знаю почему так получилось возможно даже благодаря youtube потому что появилась платформа на которой можно делиться своими работами делиться новостями в этого в этой области учиться чему-то новому узнавать много много интересного вдруг увидеть какие-то новинки которые появляются то есть я опять вернулась вышивальный мир и пока он не приносит только радость и счастье я научилась многим техникам новым для себя но я буду по порядочку показывать постараюсь по быстро по по быстрому показать работы и может быть сказать пару слов о каждой естественно повторяясь потому что если поднять так сказать архив тех видео которые были выложены на youtube то эти все слова тоже можно услышать я старалась подсчитать кое-что пришлось даже пересмотреть из своих роликов чтобы вообще вспомнить что было отшито именно в этом году я старалась подсчитать сколько всего работ вышло у меня вышитых мне удалось вспомнить и найти и подсчитать 72 работы абсолютно я считала все любой завершенный проект будь он большим или маленьким это было не важно но в этом году вы знаете что я очень увлеклась прикладной вышивкой так вот половина больше половины этих работ на сегодняшний день как мне кажется 38 вот в прошлом году все относятся к прикладной вышивки поэтому чтобы не утомлять вас долгим предисловием закруглюсь с этим вступительным словом скажу что сегодня будет видео посвящено только оформленным работам в картины и не оформленным работам то есть тем которые у меня закончены все крестики но они еще у меня никак не оформлялись а прикладную свою вышивку я покажу во второй части потому что все сразу наверно в одно видео уместить сложновато да и утомительно сейчас начну с работ которые совершенно недавно вы видели на youtube это достаточно большие как я считаю крупные картины для меня которые я поспешила оформить 2015 году чтобы подвести какую-то черту того вышивального года и вот сейчас вы видите олени у реки который висит у меня усы на данный момент я сняла на секундочку со стены эта картина чем было интересно этот набор от панны и на этой картине я училась делать black work если вы видите турика здесь вышита black workом впрочем если вы наблюдали за отшивом и смотрели ролики прошлого года то наверняка помните следующая картина которая у меня тоже оформилась 2015 это живи с отрывом это был мой долгострой который я закончила он был начат из-за того что схема какая-то была несуразная там я все время путалась в этой схеме зашивка здесь естественно не полная здесь очень много пространства поэтому я там постоянно в то время когда начинала еще отшивать путалась но потом решила что пора эту вышивку закончить и в таком виде она у меня в итоге получилось как она оформлялась и отшивалась опять же можно найти в ранних роликах венецианский залив это набор очень старый набор от фирмы золотое руно здесь тоже был мой долгострой я пыталась его отшивать но был заброшен и вот сейчас только в прошлом году он отшился вот такой достаточно романтичный сюжет я в восторге пока ждет нашего ремонта в комнате чтобы я могла украсить стены вот такими замечательными картинами и последняя достаточно крупная работа оформленная в прошлом году это ночная птица от новослобода и в данном случае в этом наборе я пробовала вышивку на пробковой конве мне кажется только в прошлом году появились такие вообще наборы это была новинка на вышивальном рынке и естественно мне хотелось попробовать из всех представленных наборов на выставке больше всего по душе мне пришлась именно эта птица ночная сова и отшивалась она не сразу легко если вам интересны все естественно нюансы отшива вы всегда можете найти в предыдущих роликах кроме того из того что отшилась в прошлом году у меня были оформлены вот эта влюбленная пара она у меня отшивалась на нашу годовщину свадьбы с мужем летом и если вы смотрели о моих планах на 2016 год я хочу вышить подобного типа открытку от rto для того чтобы сделать такой небольшой диптих и повесить их вместе они будут идеально смотреться у меня есть такая вторая рамочка ко дню влюбленных я отшивала набор от алисы обожаю называется заменив там канву на канву dmc сердечками ну и добавив небольшую пуговичку виде сердечка подчеркнув тот повод которому вообще отшивалась эта картинка эта работа из последних работ которые у меня были вышиты и пытаются быть оформлены это вот этот рукодельный хомяк я его пока отложила на время на декабрьское зимнее время так как все время была занята отшивом новогодних игрушек и других прикладных вещей как раз к новому году хотелось побольше чего-то такого явить на свет и этот хомяк был отложен на какое-то ну я думаю что в данном случае уже нужно вернуться к нему не хочу сказать не определенное время отложен на какое-то время но уже пора вернуться я застопорилась с тем как пришить вот саму тесьму на работу или возможно приклеить ее вот я придумала еще тут бобиночку использовать и еще нужно попробовать приложить вот те шармики которые я показывала своих покупках там ножнички и еще что-то я нашла такие шармики на рукодельную тематику которые сюда вполне подойдут но сама вышивка закончена полностью так что я считаю это работой 2015 года практически оформленной теперь покажу то что у меня было вышито но и оформлено но то что я не смог не могу вам показать так как это было подарком я вышивала такой оберег своему другу на пятидесятилетие оформляла его в багет и успешно конечно этот оберег был подарен именной оберег и в планах я буду вышивать оберег его жене об этом я уже говорила вот эта история с часами опять же я упоминала в каком-то видео что мне не удалось оформить эти часы они вышелись очень быстро это набор от рт о у них есть такого же типа набор с девочкой и птицы какой-то по-моему девочка с гусем что ли но честно говоря из этих двух мне нравится больше вот с этим шутом он больше такой целостный что ли и этот набор судьба этого набора осталась мне неизвестной потому что я его потеряла когда носила с собой ища рамочку для оформления этих часов вот не знаю куда делся поэтому придется отшивать совершенно другие часы и не смогу вам показать два вот вот этих две вот эти работы два вот этих совеныша какой удивительный мир и листопад эти две работы от рт о так как у меня они в оформлении в принципе здесь закончены все крестики и поэтому я считаю эти работы завершенными но сейчас они у меня в оформлении поэтому я не могу показывать ну вот это пока что не на все увидении на все услышание но поскольку крестики были закончены я считаю то эти работы тоже работами 2015 года далее я буду показывать работы не в хронологической последовательности а так как вот у меня сейчас они легли я что-то пыталась вначале их как-то там уложить в том виде как я вышивала но вы знаете что я вышиваю сразу несколько работ сразу и у меня не получается то есть я не знаю потом что-то вдруг забывается вспоминается да я думаю что это вообще не суть важно из новогодних проектов которые все-таки не получили завершение в этом году но отшивались в этом у меня остались вот этот снеговичок это схема парижских вышивальщиц я вышивала на конвей с люрексом он у меня тоже как-то никак не оформился планировала пин кип но нет планировал я вначале мешочек потом для мешочка мне показалось что он достаточно маленький хотела переделать в пин кип но в общем мысль наверное на этом и заглохла и вот эта елочка если вы помните вышивалась на металлизированной нитью она тоже осталась не оформленной как-то ничего к ней не подошло пыталась приложить ткани вот буду делать поскольку я планирую не только такие зелено-красные декорации к новому следующему году но и в бело-синих тонах для того чтобы они поддерживали тот новогодний сапожок но о нем в следующем видео потому что это прикладная вышивка кроме того вышиты были вот эти гуси называется снежный друг от милый вождь и тоже пока без оформления поскольку я еще не совсем уверена как я хочу чтобы они выглядели в итоге во что превратились от рт у я вышивала девушку в голубом тоже для по в пару к девушке в красном но девушка в красном ушла в оформлении в сумочку покажу в следующем видео а девочка в голубом так пока еще не оформилась следующие работы две от кларт здесь мне было интересно попробовать вышивку на прокрашенной конве дизайнерской дизайнерской дизайнерский окрас эта работа называлась подорожник это практически бэкстич чем выполняется работа и полукрестом и эта работа называлась клён я планировала эти две вышивки пустить на мешочке для кухни возможно какие-то для сухих трав пыталась вот из этой сделать мешочек и решила окрасить немножечко канву чаем однако эффект получился просто катастрофическим я расстроилась вначале отложила но думаю что придется наверное мешочки все-таки дошивать но поскольку они никакого оформления еще не получили показываю здесь один из долгостроев который я закончила в пятнадцатом году это такой домик от фирмы золотое руно мне кажется такие уже наборы не продаются это из очень старых запасов и я очень-очень давно начинала его отшивать но как-то я вышивала очень разбросанно мне не хватило терпением умением ну может быть еще чего-то не будем углубляться но в том году в пятнадцатом я его достала и закончила и пока не оформляла хотя я с собой его взяла на оформление в багетную мастерскую но потом вспомнила что у меня еще два набора такого же типа этого же дизайнера и я их буду тоже отшивать чтобы потом три вместе оформить поэтому вот такой вот такая достаточно большая картина у меня еще тоже пока лежит не оформленная не могу показать титульный лист потому что от нее уже ничего не осталось так далее у меня пошли миниатюрки целая коллекция миниатюрок сбор был куплен на выставке дизайн дизайн дарьи ушакова и вот он у меня отшился и лежит обязательно куда-то пойдет в прикладную вещицу жизнь движений от панна такой достаточно многострадальный наборчик сюжетом я восхищена я очень довольна мне кажется это вот квинтэссенция того как мы живем я имею в виду женщины здесь собрано все я вижу какой-то автопортрет в этом где-то и в чем-то это достаточно мелкая канва вышивалась на восемнадцатой канве да это восемнадцатая канва мне кажется вот поэтому очень и очень плотная зашивка и тоже ждет оформление мне кажется на блокнот будет замечательно жонглер от фирмы панна я просто балдею от этого жонглера тоже такая миниатюрка поскольку не оформлено показываю сейчас вот это первая работа которая была вышита в пятнадцатом году по-моему называется она именинная чудесной иглы я уже не раз говорила что я очень довольна канвой который они вкладывают в наборы мне очень удобно на ней вышивать не могу объяснить почему но здесь достаточно крупные дырочки и неплохо ложится у меня ниточка на такой канве кроме того обожаю вот эти наборы правда у них бэк совершенно сумасшедший в этих миниатюрках от чудесной иглы не знаю ничего про большие работы не вышивала именно этой фирмы но бэк здесь просто сумасшедший и во всевозможные места где только нужно и не нужно но результат получается с ног сшибающим мне очень нравится а эта картинка вообще приносит мне огромную радость она такая красочная такая здоровская я пыталась ее оформить на коробочку но что-то меня увлекло и она пока отложилась кроме того весной у меня вышились два пасхальных яйца вот это называется фламинго это пасхальные яйца дарьи скобелкиной а второе яйцо я показывала в своем видео сейчас не могу показать потому что он тоже у меня где-то в оформлении лежит тот наборчик здесь я попробую для себя интересные шовчики вышивка очень мелким аппетитом но аппетит для меня не новый вот сами фигурки фламинго выполняются мелким аппетитом и интересные шовчики отличающиеся от всем знакомого креста кроме того вот такая вот миниатюрочка от Алиса от фирмы Алиса мне кажется тоже будет неплохо куда-нибудь ее пристроить я этой миниатюркой вообще мне кажется знакомилась с фирмой Алиса единственное чем я была недовольна что картиночка титульно не совпадает по цветовому решению с тем что получилось в итоге на конве и поэтому к фирме Алиса я отношусь с осторожностью а вот говоря о чудесной игле я хочу сказать что здесь картинка совпадает стопроцентно эта работа которая называется печеньки вышивалась по схеме по авторской схеме созданной милой вождь я подсела на гусей взяла у нее в начале три набора я у нее купила она стала выпускать не только схемы но еще и собирать наборы под эти схемы как только я это увидела я купила у нее три набора с гусями вышла из тех трех пока только вот этот снежный друг тоже от милый вождь но тот уже был куплен на выставке позже зимой какое-то время назад весной я была просто в восторге от этих зайцев и у меня отшилось три работы две из которых уже оформлены в прикладную вышивку поэтому буду показывать в следующий раз и осталось вот это зайцы на отдыхе или кролики на отдыхе на таком своеобразном банане из морковки прекрасная работа очень яркая несмотря на кажущуюся мультяшность несмотря на кажущуюся детскость что ли самого дизайна мне кажется подойдет и к взрослому какому-то оформлению вполне себе от РТО также вышелась работа с таким котом и двумя ежиками поскольку он еще только оформляется не закончен своим оформлением показываю здесь будет естественно прикладная вещичка вот эту работу тыкву от Милхилл показываю тоже здесь хотя она у меня еще будет продемонстрирована в СП прикладная вышивка но так как закончены все крестики и вышивка бисером то вот просто покажу как результат пятнадцатого года хотя само оформление еще только будет и в феврале будет выложено видео в начале весны да где-то в начале в середине весны отшивался вот этот оберег на даче дальше пошли у меня как я вижу дачные работы вот этот оберег на даче что-то было здесь в квартире что-то было на даче поскольку вышивается все одной ниткой и не нужно никакой сложной организации вот оно все и отошло отшивалось пока не оформлен лежит так как я не вижу каким образом я хочу его оформлять но самое главное что сама вышивка закончена дальше пошла фруктово-ягодная тема которую я буду продолжать в следующем году вот в этом году я имею ввиду дачном году ежевика атриолис шерстью красная смородина тоже атриолис и тоже шерстью чудесные ягоды можно смотреть бесконечно клубника тоже атриолис шерстью я надеюсь что также плодотворно у меня пройдет и в этом году дачный дачный сезон и сейчас я говорю естественно не о ягодах фруктах и овощах а о вышивках вот вот и напоследок я хочу показать вот эту работу эту тоже у меня можно считать работой долгостроем у меня была она начата но начата совершенно совершенно немного только вот этого зеленого фона было чуть-чуть уголочек и я ее решила до шивать в пятнадцатом году и вот я ее добила это золотое руно если мне не изменяет память называется серия фонарики и работа золотые рыбки по-моему так здесь мне было интересно попробовать красную конву я ее ради этого и покупала но в интерьер эта работа у меня пока не вписывается лежит доделанной но не оформленной если я ничего не забыла а могла забыть ну что поделаешь память с годами не улучшается может быть надо глицинчику попить или еще что-то в этом роде ну вот это все работы какие я могла вспомнить на пятнадцатый год которые у меня вышли и в следующей части видео то вы увидите прикладную вышивку прошлого года спасибо большое если досмотрели до конца всем желаю прекрасного вышивального настроения и до новых встреч пока до новых встреч пока пока Продолжение следует...